Приветствую вас, друзья! Интрига захватила настолько, что не хочется отрываться от записи и запишу еще одну серию. Хотя уже поздняя, поздняя ноченька. И пора бы уже спать, так как на завтра планы большие. Но, тем не менее, передаем ход дальше. Я уверен, что к этому времени накопилась большая туча ваших комментариев, но зачитывать их я буду уже в следующей, друзья, серии, так как эта серия будет предзаписана. Больше всего меня волнует, что будет происходить в Харадских песках. Сможет ли Гондор выдержать контратаку Харада? Это во-первых. А во-вторых, меня волнует... Ого, Тир Этрайт и Бунт в нем. Я передал ход дальше, но забыл про то, что хотел Тир Этрайт отдать. Отношения улучшились. Бунт. Ладно, разберемся. Дипломатические отношения тут все продолжают происходить по плану. Южный Тарбат готов рынок. Форт Светлый, мастерская луков. И Эрланд, кожевенная мастерская. Так, значит, мастерская луков в Эрланде можно построить. Теперь Форт Светлый. Здесь охотничий лагерь. И можем нанимать первую порцию наших лучников и топорщиков. И Южный Тарбат. Тут готов рынок, а мы построим дом старосты. Будем развивать экономику. Там высшие эльфы опередили всех по населению. Серьезно? Сказал, а потом понял, что сказал. И что это означает, кстати. Так, что мы делаем? Смотрим. Задание над нами, как Дамоклов меч висит. Город отдать нужно. Армии Харада в стороне. Одни, другие, третьи. Что это тут бегает? Кавалерия. Аман Эйтель лишился части своих войск. И мы можем, в принципе, осадить его. Подкрепление может подойти, но подкрепление уйти очень долго. Вот эти могут быстро прийти. Но если мы все сделаем быстро, ничего они не успеют. И захватываем. Захватываем, захватываем, захватываем. Так, ребят, куда перекинуть их? Если бы воссоединил, то не подошли бы. Давайте мы их сначала в леске спрячем. Кто ты? Арахат. Это, наверное, еще один отряд следопытов. Ох, как пригодится. Замечательно. Так, значит, мы продаем. Тир Этрайт. Не задумываясь. Парня тоже отсюда убираем. Один ход до сдачи. Кар Андроса не отстояли. Мордор. Ой, Гондор. Я за вас держу руки. И вы молодцы. Просто большие молодцы. То, что не отдаете. Город. Высшим эльфом попробовать продать. Это у нас Тир Этрайт. Давайте начнем с высших эльфов. Сдать область. Я, конечно, понимаю, что им она не особо нужна. Но я не хочу нагружать Гондор. Выплату за 3000 золотых монет готов вам отдать. Без колебаний. И они готовы. Тоже за 3000 монет. Вроде даже денежку мне подкинули сверху. Хорошо. Так. Перед всякими там сражениями нужно подготовить армии. Кто у нас куда шел и куда отправлялся. Кто догонял. Кто шел вперед. Мы можем, кстати, пройти вот таким вот путем. Или все-таки пойти вдогонку. И объединиться здесь с Арагорном. Мечников можем нанять. Может оно того и стоит. Мечников и ополчение Бри. И на следующем ходу все это отправить флотам. О, как мои лучники бодро нанимаются. А что мы строим? Строим, наверное, кузницы. Но сначала Ануминас меня интересует. Ануминас строительства здесь еще идет. И как тут с подкреплениями от Хоббитов? Тарбады, Дунард, Бырик. Здесь строительство продолжается. Ничего дополнительного здесь не надо. Идем к Талсиру. Мастерская Луков. Звучит заманчиво, чтобы еще лучники из этого региона могли поступать. О, как появляются еще два каких-то отряда. Скоро у нас будут проблемы. Так что обсматриваем топорщиков. Ведем на переправу. Изенгард скоро, очень скоро будет готов нападать. И лучников. Надеюсь, успеем. Кавалерия, лучники тоже вниз. Пусть идут. Кавалерию можем в Лихолесье. Лучников вниз. И хочу проверить, сколько мне осталось до найма следопытов. 6 ходов. пока что в горной крепости оставим воинов. И в горную крепость же заведем копейщиков, бриполченцев. 1,2,3,4,5,6,7. Да на все хорошее у нас здесь лучников хватит. Так что в Лихолесье остатки сил. Смотрим, сколько мы на армию 23800 тратим. Нужно еще одно хорошее сражение. Проверяем есть ли пополняются ли войска в этом городе. Лориенцы оставили здесь тоже такую неплохую армию. Главное, чтобы пропустили без проблем. Следующий уровень 1350. Давайте построим ферму. Будем чертоги Биорна развивать. Росгобел мы могли бы продать, но 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 может быть построить здесь дороги для быстрого перемещения. Это поможет нам. так здесь осада есть. Сразу проверить доступность войск. Кое-где они есть. Строительство ведется. И наши Талсирские подкрепления войска. Вот только вопрос. Пробовать перебрасывать сразу или рисковать целой армией. Мы можем вести их вперед, а потом догнать. Или вообще сделать хитро отправить этот корабль и он поможет переправлять их. И да, наверное, придется строить флот, чтобы хоть какая-то защита и гарантия была того, что с нами так быстро не покончат. За амбаром следим. Посмотрим, как здесь Гондор себя чувствует. Барат Харн осажден. Я думаю, следующей целью станет Гобин Толфалас. Харат не может без захвата этого поселения. Хочется посмотреть, какие подкрепления ведет сюда Гондор. Не очень-то большие. Поэтому нам надо подсуетиться. Взять Аман Эйтель, заставить врага развернуть свои войска, пока мы Ватавию захватывали, пока мы захватывали Кас-Шафру. Это очень хорошо действовало на Харат. Они разворачивались и шли. Шли в обратном направлении. Но как только мы переключились на Южный Гондор, механизм сломался, перестал работать на нас. Так как мы этого хотели. Ну что, куда вы там направились? Нам нужно атаковать этих мелких. И нам нужен подступ к городу. Так что мы их сейчас разобьем. Захватим город, его продадим эльфам. Вернемся, уничтожим город возле долг Гулдура и армия продолжит путешествие в сторону Дейла. Будем освобождать Дейл и надо бы... А, у нас там есть посол. Он будет решать все дела. Развертывание войск. Здесь мы будем полагаться на наших стрелков. Кавалерию врага нет. Бояться нам нечего. Просто расстреляем врага и все. Пехота будет стоять вторым рядом. А кавалерия если что придет на помощь и будет догонять бегущих. У меня аж четыре отряда кавалерии здесь. орки копейщики копейщики разведчики надо держать своих тоже на расстоянии очень аккуратно. Я думаю мы в тыл отправим кавалерию к врагу. не понял а что не работает. И почему стражу маран не обстреливаете почему сразу с зачинщиков начинаете тут как бы куда актуальнее стражу маран расстрелять. не хочу выставлять вперед пехоту наверное придется отступить кое-какими частями. Ого быстро они подбежали я даже не заметил момента. чуть не упустил его. Давайте сражаться с орками копейщиками. Да 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 отступаем. что-то как-то нагло себя ведут эти ребята совсем страх потеряли надо им в спину что-ли зарядить очень хорошо сюда и расстрелять и по страже марана на ударь темно темно мне ничего не видно это не способствует эффективному сражению я думаю сейчас как только мою кавалерию увидят вблизи сразу в бегство обратятся уже готовы это сделать колеблются прекратить стрельбу все бьются насмерть можно отступать 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 доедать вся эта ратья может отступить вот сюда нож тоже отходит хорошо играет с врагом давайте последнего бойца кто там есть жизнь последнего бойца заберем и остался только отряд который предводитель ствует это у нас орки копейщики расстрелять этот отряд сейчас от него быстро ничего не останется на ленточки их нарежут еще одна сильная группа орков будет разбита в лихой лесье продолжить битву все кто убегут никто не убежит вообще отсюда все погибнут последний пал нет еще один остался и тут упал все это победа или еще кто-то бежит нет таки смерть всем 34 572 и 34 воина это наша пехота которую мы могли бы не терять если бы заранее отвели просто могли бы лучниками отходить расстреливать отходить расстреливать казнить их всех и дорога на Эмин Нуфуин нашу следующую точку открыто здесь наши армии разделятся одна займется осадой поселения и мы это поселение возьмем но теперь нашему шпиону нужно идти дальше я правда не знаю как тут переход может быть и здесь орки мордора чего-то там удумали силы у них есть тролли морана на стражах спешеные черные нуменорцы и быстрица находится под контролем врага а вторая армия пойдет в обход ударит по замку мордора через два хода вот мы тут отступим такой армии победить врага не вариант и таким образом мы подождем Арагорна он наберет свою армию тоже после захвата Эмин Нуфуина кстати и здесь нам интересно было бы посмотреть отправит ли враг вереницу своих отрядов да вроде какой-то отряд идет правда дорогой куда они идут по направлению к дейлу здесь мы с ними встретимся плюс у нас шпион фора давайте о нем не забываем чертоги дайна принадлежат гномам хорошее известие посмотрим пройдемся еще дальше посмотрим как здесь дела предстоят и обстоят хотя наверное здесь хочется посмотреть какие подкрепления идут от наших союзников туда далее город мы продали деньги реализовали и мы можем передавать хоть дальше вроде как союзники просят нашей помощи 192 воина врага это кто это стражи ордханка и копейщики гоблинов давайте рассчитаем итоги боя мы ничего не потеряли просто поучаствовали в сражении безоговорочная победа враг разбит и отступает к изенгарду изенгард переполнен войсками войска эти не самые лучшие хорошо отличаются от гарнизонного скрипта кстати изенгарду можно было бы предложить вассалитет ого интересные маневры армия харада отступает что на нее так подействовало не дают барат харну шанс гондор лидирует по населению доклад о строительстве толсир северный торбат бырик дунард и уолдберг в дунарде построены лавки купцов пусть будет ратуша так мы ведем наши войска обозначенным путем наша неизменная вереница и мы проверяем лучники так как в толсире постройка готова то он теперь может производить хороших лучников больше ни на что денег нету кроме каких-то очередных топорщиков ну армии наши будут помогать всем чем могут содействовать Рохану чтобы Рохан здесь не потерял инициативу и случаем не проиграл сражение отсюда мы армии переводим пусть Галадриэль сама занимается этим участком долг Гулдур опять отправил куда-то войска и мне кажется что он отправил силы крепости к своей Остен Гильда в нем они готовят оборону красавцы как раз то что нужно чтобы я подошел и мне было с кем бороться два местечка у меня есть и союзникам тоже хочется уступить место давайте спрячем наши войска продолжим следить за долг Гулдур Арагорн нагоняет нашу передовую армию уже почти дир Ну и эти наши воины могут тогда идти в Лихолесье. Я думаю, в горной крепости, если надо, мы соберем своими силами все, что нам понадобится здесь. Нет, кавалерию все-таки сюда отправлю. И может быть лучников тоже. Харат, к примеру. Так, где-то что-то еще нанято. Да, стража отпорной городьбы. И переправляем кораблем вниз. Забытые чертоги. Еще одно поселение гномов. Армии орков Мглистых гор я не вижу. В основном только гномы посылают сюда войска. Так, я вижу, как тут Мордор и возвращение армии. Отлично. Значит, от Дейла армия отошла. То есть, Дейл может готовиться в изгородье формировать контрнаступательную армию. Правда, тут у Мордора... Ой-ой-ой-ой, сколько у него тут всякого зла. Ну и у нас армии много. И мы лишим врага сил. Азгилиад взят. Кто брал? Ага. Нету командующих. Хорошо, то есть не пострадают они. Держит пока что Гондор оборону. Это уже 65-й ход. А для Мордора не вариант пробиться. Плюс мы наращиваем свои силы. Можем даже переправлять часть воинов в Волберг. И готовить армию отпора. Итого... Смотрите, у нас две осадки возможны. Аман Эйтель. И... Так, если враг отступает, то почему и куда? Объединяются. Хасяйб так-таки не взяли. Ну да, без взятия Хасяйба у них в тылу остается город. Саман Эйтелем в тылу остается два города. Фактически перекрыта дорога. Но Аман Эйтель сейчас возьмем мы. Да, я хочу взять еще в этой серии этот городишко. И подкрепление уничтожим. И это будет хорошим завершением серии. Этим мы покажем, что Южный Гондор будет за Гондором. Или опять же эльфам передадим. Следующим будет Харандар. Разграбим, уничтожим, разрушим. Наш девиз такой, чтобы Харат не нанимал отсюда свои второстепенные войска. Понятно, что остановить Мумакилов и Змеиную Кавалерию и тому подобную нечисть мы не сможем. Они их будут нанимать в своих столицах и так далее. Но нам этого и не нужно для победы. Для победы, помним, нам нужно совсем другое. Так, подкрепление. Откуда к врагу оно придет? Где выставлять своих воинов? На тот случай, если вдруг выйдет вражеская кавалерия, должны быть колья, за которыми я могу спрятаться. Врагу нет смысла сидеть в городе и ждать, пока мы его расстреляем. Так что, естественно, предположить, что кавалерия таки может выйти. К нам навстречу. С подкреплениями как-то справимся. Делить на два отряда я тоже не хочу своих. Пусть все будет по центру. Оттуда идут подкрепления. Хорошо. Отправляем. К примеру, вот сюда. И как можно быстрее. Я думаю, эти подкрепления мы не остановим. Если отправим туда лучников, то кавалерия может их поддержать. Мы их будем разбивать уже на площади вместе с вражеской кавалерией. Стрелять. Да что вы стреляете? В кого? В корсар. Тоже, я думаю, малоэффективно. Там кто-то вроде умирает. Но лучше послать туда парочку отрядов следопытов. И пробить дорожку. И можно, кстати, с подкреплениями врага сыграть злую шутку. Следопытами на стены и со стен обстрелять. В подкреплениях там куча пехоты. Но идут они быстро. Если они будут на площади, мы, в принципе, со стен их обстреляем. Это не те ребята, которые подойдут под обстрелом. Нам всех нужно, значит, ввести на стены, чтобы ни с кем не было риска. Поэтому нам нужно две лестницы. Желательно вообще еще больше. На стены все. Все на стены. Кавалерия на площади и без движения. Значит, отправим вот этих вот ребят сюда. Главное, чтобы кавалерия не дергалась. Сейчас за этим очень внимательно слежу. Будут дергаться, будут у нас проблемы. Так, отступим мечниками. С корсарами мы разберемся. Так, а вообще по одному сюда давайте. Кавалерия дергается. Опасно. И враги уже на подступях. Вперед, значит, на стены, где нас никто не тронет. И откуда мы сможем врага расстрелять? Давайте, ребята, все переходим сюда. Пусть они там дергаются. Но это их проблемы. Есть у нас уже какой-то отряд стрелков? Займитесь мухатскими звероловами. И корсар поубивайте. Так, всем лучникам надо отдать приказ не преследовать врага. Редактор субтитров. Я делал. а вы займитесь полутролями мухацкие на стену не полезут а вот полутроли могут конечно и рвануть так и ждем этих лучников не лучников копейщиков пусть подходят и кажется они таки решили рвануть так нужно обезопасить наших воинов сторону с этими ребятами будет справляться только вот этот мой отряд сейчас быстренько их раскидают давай 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 сюда а эти даже не дойдут их просто в смерть расстреляют сколько вас тут ролики 14 подходим что-то мне не нравится то куда вы отправились она стоит на месте все переходим на эту часть девятера ладно ребята стреляйте а вот эти вот парни подойдут и удариться спины быстро выбегайте сюда отряд полностью весь лег вражеский никто не смог подойти теперь что-то нужно придумать площадью но на площадь таких кто-то вышел корсара у них тут 45 воинов осталось и южане плюс кавалерия нам защищать есть у нас один отряд копейщиков который помог бы типа как защищаться но это очень мало мухацких мы сейчас расстреляем копейщики вы где вот они ведем их значит сюда этих ребят сюда этих ребят сюда все переходим по чуть-чуть и наверное начинаем перебрасывать лучников на стены сюда 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 и сюда и мухацких почти убили только застрял тут какой-то гад и долго ты тут сидеть собираешься чем его подтолкнем нет ну он тут полностью застрял хорошо есть возможность победить захватив площадь а теперь диверсанты диверсанты нас этот вот может быть отрядик может послужить диверсионным или вот эти вот этот отрядик отправим его площади копейщики тут будут защищать или даже топорчиков сюда отправим попытаемся приманить какие-то отряды врага да добивайте их и подводим отряды поближе свои сюда и сюда и сюда не как его убить ладно тогда отходите трогать значит не будем значит ему повезло каким-то чудом удалось избежать лютой участи и и и и и и и то убить их быстрее легче будет так с ними покончить выбежим куда-то сюда здесь оставим копейщиков будем рассчитывать на наши быстрые ноги и расставим всех наших воинов готовности обстрелять любое что покажется а змеиные телохранители ну что как умрет первый всадник так они наверное отправятся к нам еще пока никто не умер прекратить стрелять только вы вы тоже прекратить стрелять и вы прекратить стрелять в кого там вы в мухацких стрелять или в кого так 34 еще живы 33 вот они первые отправились будем готовиться если всадники останутся на месте то не страшно начнем с корсар расстреляем их теперь можем отступать с телохранителями как поступить ладно 13 корсар это не такая уж большая угроза любое количество змеиных телохранителей это большая угроза но у нас есть еще раз два три четыре пять элитных отрядов со своими запасами стрел прекратить стрелять подождите а как так получается что кто-то... А, вот ты где. Так я тебя просто так убью. Кат-таки забрался и активировал башни, которые теперь убивают моих. Давайте отступим, заменим их свеженькими силами. Сейчас, сейчас мы с тобой разберемся. До тебя дотянутся и тебя убьют обязательно. Не убьют. Давайте тогда так сделаем. Убили, раз обстрелы прекратились. Ай, смены телохранители, погибайте. Я к ним могу отправиться только если там 5 этих всадников останется. Иначе есть большой риск потерять предводителей. Все. И вы отстрелялись. Хорошо. Назад. Следующий. Даже не назад, а давай сюда. Будем смотреть за тем, что с вами происходит. Держат выстрел. Ну, уже половина погибла. Так. Опять уменьшаем скорость. За спины своим. Следующий. Начать обстрел. Так. И эти израсходовали. И теперь у нас в сражение вступит наш главнокомандующий. Предводитель всея войск. Сейчас они все спустятся. Все. Готов. Давай. Так. Так. Вот это было опасно. Сейчас и корсары поумирают. Осталось их всего четверо. Замечательно. Теперь можем более уязвимых, но более многочисленных выводить. Они, наверное, будут атаковать вот эту вот публику воинов южа. Или, может, могут с кавалерией попробовать справиться. Хорошо. 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 Так, так, так. Да, давайте вот сюда переключим свой огонь. Все равно попадает и по кавалерии, и по южанам. Из семидесяти осталось половина, сорок. Ладно, давайте введем всех хоббитов и всех остальных воинов. Теперь ваша очередь. Плюс, наверное, вперед поведем всех наших предводителей. Они смогут покончить с этим уродством. Тут вот осторожней. Копейщиком бьем по флангам. И окружаем их. Не знаю, чью смерть там показали. А, понял. Смерть обоих командиров и полководцев врага. Ничью другую не могли. Мои-то умереть не могли. Так быстро. Это победа, друзья. Захватили столь желанное поселение в Южном Гондоре. Так что наша диверсионная группа работает. И причем работает очень хорошо. 48 воинов только мы потеряли. Но мы лишили врага и полководца, и нескольких хороших отрядов пехоты. А самое главное, рекрутингового центра. А для себя приобрели город на продажу. Можем, когда будем отступать к переправе, подспутно разбить вот эти вот недобитки. Или мы можем вообще даже не к переправе пойти, а можем пойти сразу к Харандору, следующему городу. Ограбить. Аман-Эйтель мы тоже разрушаем. Он не принесет пользы никому. Ну, соответственно, все здесь должно быть разрушено. Трактиры, кузницы, конюшни, мастерские луков. Ах, и по дороге, чтобы не забыть... Да, разобьем вот этих вот парней. Ну, или сделаем это уже в следующей серии. Я бы, конечно, еще с подкреплениями справился. Но нам надо отходить на переправу. Либо мы можем... Но это, опять же, риск. Не знаем, что отсюда идет. И сколько этого чего. Мы могли бы раскворотить Харандор. Уничтожить его. И защищенное Фартом стать на этой переправе. И тогда бы это была бы реальная угроза. Реальная угроза врагу. И еще мы могли бы стать на переправе здесь. Командующий-то у нас есть. Если мы позволим передать сюда войска, то мы очень хорошо... Харат перекупил. Да, Харат, видимо, перекупил. Если бы я сразу посмотрел, то я мог бы перехватить его одним движением. Я, наверное, это и сделаю. Город, который можно будет продать еще раз. Это же просто чудо. Просто находка. Плюс в следующей серии вы увидите незабываемую осаду Эмин Нуфуин. И мы уже совсем на подходе к Остенгилю. Собираем здесь свои войска. Хорошего вам настроения и до встречи в следующей серии.